Из Москвы в Барвиху в 27 минут каждого часа с Белорусского вокзала уходит вот этот поезд Иволга. Ехать сюда всего около получаса. В расследовании здания проект перечислены около тысячи объектов недвижимости в Барвихе и на соседних станциях. Если верите зданию, то вот за этим забором, буквально в нескольких сотнях метрах от платформы, находятся дома главы Роснефти Игоря Сечина, а также его сына и дочери. Электричку, которая ездит в Барвиху, в интернете давно называли поездом домработниц и охранников. Прямо на платформе встречаем женщину, которая приехала устраиваться на работу, но пока неудачно. Домработница или сиделка. Ждики у нас здесь работают, вот их я и спросила их. Знаете, кто вообще тут живет у вас вокруг? Да, знаю. А кто? Дочка Ельцина. Так. Ничего не знаю. Знаете, кто тут, у кого тут здесь участки, у кого дома? Не знаю. Не знаю. Вот тут, например, буквально в двухстах метрах дом главы Роснефти Игоря Сечина. Знали об этом? Я не местный. Здесь все засекречено, ребят, все. На самом деле на Барвихе живут не аллергарки. Здесь еще живут депутаты, Госдумы. Ну, все, которые сидят в Госдуме, вот эти все богатые люди. Ну, здесь еще живут, которые владеют очень огромными бизнесами. Прямо напротив платформы Барвиха автосалон с элитными автомобилями Феррари и Мазерати. Вокруг платформы расположены более 50 домов российских чиновников и олигархов. Но все они тщательно скрыты от публики. Дома членов семьи Игоря Сечина находятся в поселке за моей спиной. Вы видите, что проход и проезд туда запрещены. При этом сам поселок со всех сторон окружен вот таким вот высоченным забором. Заглянуть за который просто так земли не получится. При этом буквально через каждые 10 метров на заборе установлены камеры видеонаблюдения. Интересно, что рядом с домом Игоря Сечина, который расследователи проекта оценивают в 4,5 миллиарда рублей, находится дом бывшего сенатора от Чеченской республики Мусы Умарова, стоимость которого гораздо скромнее. Всего 43 миллиона рублей. Более 100 элитных домов тянутся вокруг станций Барвиха, Ильинска и Усова. Пассажиры электрички об этом в курсе. Я знаю, что здесь много чиновников, скажем так. Ну, про резиденции наших Путина Медведева. Ну, все, по большому неинтересно, честно говоря. Вот это знаменитое Рублево-Успенское шоссе. Это станция Усова, конечная для электричек, которые следуют в Барвиху. Вот за этим забором находится некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков Усова-3. И здесь находится сразу 13 домов из расследования проекта. В том числе здесь находятся объекты недвижимости бывшего зятя Владимира Путина, Кирилла Шамалова, олигарха Константина Малафеева, которого называют спонсором сепаратистов Донбасса на юго-востоке Украины, а также певицы АСУ. Интересно, что железнодорожные пути уходят прямо за этот забор. На спутниковом снимке видно, что прямо внутри есть железнодорожная платформа. В открытых источниках указано, что это ремонтно-экипировочный цех правительственных спецпоездов. Пока мы снимаем забор с красивыми светильниками, за которые уходят железнодорожные пути, мимо нас проезжает лимузин в сопровождении полицейского кортежа с мигалками. И об этом же рассказывают местные. Вот видели, сейчас проехал транспорт. Знаете, кто поехал? Кто? Бывший премьер-мирнист. Дмитрий Медведев. Да. Как вы узнали? Поехал к себе на дачу. Ну, это уже, скажем так, профессиональный секрет. Ребята, извините, больше я говорить ничего не буду. Сейчас мы только ехали вот с мужем в электричке и смотрели расследование про жилье Мишустина. Там столько гектар, что нам не снилось. Потому что заработать это своим трудом – это нереально. Самое удивительное, что руководят страной казнокрады, с которыми мы якобы боремся с коррупцией. Дом нового российского премьера Михаила Мишустина тоже упомянут в расследовании. Он находится в поселке Николина гора, дальше по Рублевке. Сейчас владельцам этого участка площадью в 260 соток и стоимостью в 450 миллионов рублей в Росреестре значится просто Российская Федерация. Алексей Александров. Настоящее время. Московская область. Субтитры создавал DimaTorzok